Добрый вечер дорогие друзья Вышли погулять Вон там Солнышко и матушка Снимает Красивые Пейзажи А я уже солнышко не застал Потому что оно Село Но мы вышли погулять Подышать воздухом морозным И говорят это полезно Потому что В морозном воздухе Вирус не живет Так что русская зима Опять как В 45 В 812 Помогает нам Спасаться от врага В 41 И в 42 Кстати в 42 Было еще Сложнее Ситуации Чем в 41 И именно Дотянув до морозов Смогла наша Армия Пойти вперед Так вот Выйди погулять Хочу ответить на один вопрос Который задали С канала Вера Надежда Любовь Вот так он Называется канал И вопрос Такой Очень простой Во-первых Сначала упрек Батюшка Вы зациклились Похоже на Чехачева Расскажите Что-нибудь Другое Например Как готовиться К Рождеству Я живу В Европе И вопрос Конечно Застал меня Врасплох Потому что Сейчас О Рождестве Пока еще Не думал Да и Настроение Конечно Не очень Рождественское И Может быть Для Этого канала Вера Надежда Любовь Я и зациклился Но я считаю Что Делаем Очень важное Дело Очень нужное Дело Потому что Это только Кажется Что затронули Одного Отца Аноники И Вот сейчас Его Добьют Уберут Добьются Чтобы он согласился Все отдать И все будет нормально На самом деле Все Немножечко Не так Если уж Мы Говорим Что нужно Готовиться К Рождеству Христову То я бы Вам как раз И посоветовал Активно Поучаствовать В этих событиях Потому что Если мы Заглянем Внутрь Истории Человеческой То Зачем Родился Христос Почему Он Вдруг Явился В этот мир И для чего И я вас Уверяю Он родился Не для того Чтобы Ну вот Праздничек Устроили Ёлку Поставили В сале В хоровод Весело Весело Встретим Новый год Нет Совсем Не для этого И Надо понять Что приход Бога Слова Его явление В Иисусе Христе Прежде всего Связан С Можно так сказать Концом Света То есть Человечество Стояло На грани Выбора Либо Оно Погибнет Либо Господь Его каким-то Образом Спасет Теперь мы знаем Каким образом И пришествие Христа Это и есть Форма Спасения Человечества Но Кто Приготовился К этому Рождеству Правильней Всего И мы Увидим Что Практически Никто Да Пришли Волхвы Волхвы Узнали О Рождении Спасителя Своим Вот Духом Правительства Который У них Тогда был С разных Сторон Они собрались И это Свидетельство Того Что Был Дан Знак Человечеству Что Господь Придет И Будет Спасать Да Пришли Пастухи Которые Здесь Случайно Рядышком Оказались Поскольку Богородица И Ее Муж Который Взял Ее В это Время На Обеспечение Жили В хлеву Она Рожала В хлеву То есть Человечество Дошло До степени Падения В которой Ребенку Приходится Рождаться В хлеву Хотя Этот ребенок Еще и Необычный Я не знаю Может быть Это конечно Такая Спасительная Форма Рождения Поскольку В другом Месте Родис Вообще Неизвестно Что бы Было Посмотрите Как Волхвы Зашли К Ироду Сообщили Ему Что Родился Бог А он Что сделал А он Послал Туда Вифлеем Воинов 14 тысяч Младенцев Были убиты Были убиты То есть Мы с вами Так Радостно Собираемся Встретить Новый год Ёлкой Снегом Красивыми Игрушками А событие Это Было Можно так сказать Омыто кровью 14 тысяч Младенцев Младенцев Наш Спасся Наш Вырос Наш Сказал Зачем Он пришел Наш Объявил Путь Спасения И он Заключается В подвиге Христианском Который Для Христианина Заключается В том Что он стоит За ближнего Своего Он защищается За ближнего Своего И это Высший подвиг Отдать душу Свою За Други Своя Поэтому Как мы можем Готовиться К Рождеству Видя Что У твоих Ближних Творится Я Лично Можете Назвать Это Зациклился Или еще Что-то Но я Лично Не могу Оставить Человека Когда он Тонет Когда он Падает С крыши Я таких Задерживал Или когда Схватился За электрический Провод И его Трясет Точно так же Я здесь Не могу Никак Оставить Этих Людей И не только Потому что Я Лично Знаю Отца Иононики И Можно так Сказать Мы с ним Дружили Но я Знаю Что Эти люди Которые К нему За эти Годы Прибились Считают Его Отцом Я не Знаю Я говорю Что там Миллион Этих Человек Они Мне Говорят Нас Пять Миллионов Которые У него Побывали Даже Если Их Два С Половина Миллиона Считает Его Отцом Который Возродил Как Христос Возродил Тех Кто В Ветхом Завете Погибал Не Понимая Как Эти Все Законы Выполнить И Когда Ж Тут Будет Спасение Так И Здесь Так И Здесь Даже Если Два Половина Миллиона Считает Его Отцом Как Они Должны Себя Вести Если Уничтожают Вашего Отца Вы Живете В Европе Где Ваши Родители Как Как Поступили Если Пришли И Вашего Родителя Обвинили В том Что Он Занимается Я не знаю Чем Мародерством Что ли Когда Он Задерживает Людей Работать Их Заставляет Якобы На себя Для своего Обогащения Что Он Присваивает Здесь Себе Некое Имущество Как Бы Вы Поступили Нет Можно Поступить Как Павлик Морозов Сказать Да Мой Папа Нехорош Человек Он Вот Там Но Это Наверное У вас В Европе Так Нормально А у Русских Людей Стоять За Родителей Все Таки Одна Из Главных Заповедей Можно Так Сказать Если Говорится Что За Други Своя Или Возлюби Ближнего Своего Как Бога Своего То Это Родители Это Семья Это Дети Дети Которых Завтра Если Вы Сегодня Не Заступились Придут И Как Ироды И Забьют И Ваших Детей Поэтому Я Конечно Рад Что Впереди Рождество Осталось Совсем Немного Осталось 40 дней И Мы Конечно Его Попразднуем Но Я Очень Надеюсь Что Мы Попразднуем В Радости Радости Очень Надеюсь Что Прежде всего Будет Закрыто Уголовное Дело Потому Что Это Совсем Не Дело Втягивать Государственные Органы Во Все Эти Дрязги Епархиальные И Желания Епархиальные Я Уже Неоднократно Говорил Что Уже Неоднократно Этот способ Применяли Мне Кажется Все Прошло Время И Не та Страна И Не тот Губернатор Да И Президент Похоже Уже Не так На это Смотрит Как Лет Десять Назад Когда Меня Кошмарили Тем же Самым Или Отцам В Руси Юрасова Так что Дорогая Моя Готовься К своему Европейскому Рождеству Что Вы Там Гусей Жарите Вино Пьете Под Ёлкой Пляшете А Мы Будем Как Матушка И батюшка Господу Нашего Иисуса Христа Терпеть То Что Нам Уготовано Ну И Если Надо Ну Если Надо Будем Все Терпеть Все Помоги Всем Господь Все Таки У меня Тут Маленечко Еще Свет Какой То Есть А К матушке Прибился Мирослав Федорович Гуляет Ходит Ищет Вам Чагу Которая Растет На березах И мы Сейчас С ним Поговорим А вам Здоровья Нет Ну Мы Как Нибудь Еще Поговорим Как Приготовиться К Рождеству А пока Ну Вот Честно Говоря Обидела Ты Маленько Меня Вера Надежда Любовь Своим Недопониманием Что Же Такое Христианство В Европе Наверное Уже Все Забыли Что Это Такое Аминь